А умер по-мордовски. Мордовская рубашка в лаптях, портянках, пушаком мордовским. Когда могилу закапывают, сначала каждый горсть землю кинет. И родные, и люди, кто хоронит, все, кто пошел на кладбище, каждый бросает горсть в могилу, руками сначала надо кидать. Это мы слышали, что когда хоронят, надо молитву петь. И вот когда кидают вот эту горсть, это нравится покойнику. А вот когда уж лопатой будут кидать, вот тогда страшно. Тогда очень боится. Вот тогда молитву надо петь. Обязательно крест. Ну, я вот свою мужику и крест поставили, и это памятник. Крест ведь потом сгниет, а памятник останется. Ну, вот эти нельзя, говорю, ставить памятники. Надо деревянный крест. Обязательно, потому что на том свете надо нести свой крест. Обходят, когда землю кидают. Отсюда возьмешь и кинешь, и другим даешь место, чтобы другой шел за тобой это кидать. В каком направлении? По часам успел петь? От солнца. От солнца? Да, от солнца. Так, положено, жизнь продолжается. Ну, чтобы живые люди, пускай после него, пускай он им, это после его, чтобы легко было жить, чтобы все были здоровые. Крестятся все, себя крестят и уходят. И все, упрощаются. И потом уже могилку закрывают. У нас закрытая могилка. Туда так-то не замком, а веревкой. Заходи, пожалуйста, только закрывай, чтобы скотина не ходила. Когда в складбище приходят, когда хоронить пойдут, кто не может идти хоронить, бабушку остаются там. Вот это время они Богу молятся. А которые в складбище приходят, те уже сразу же стол готовый там и садятся уже кушать. А руки моют? Моют руки и полотенце. Как только в складбище заходят, руки моют. Дома моют или моют? На улице ведро. И полотенце. И вытирают все полотенце. Две штуки. И каждый это же полотенце вытирает руки. Чтобы на том свете встретились все. Баню после похорон топят. Все баню идут. К вечеру топят. Этот же день. Тут хоронят, тут и стол собирают. И баня топится уже. Кто туда заходит? Все. Кто желает? Все, все, все. Скажут, кто хочет баню, видите. Но сейчас ведь церковь носят отпевать. Отпевают сейчас. А раньше, когда мы были маленькие, отпевать, тогда церкви, что у нас не было, ходили, батюшка искали по деревне, если где есть батюшка. Землю, он Богу молится, молится, эту землю даст бумажке. И сразу надо на кладбищу. Домой нельзя с этой земли заходить. Сразу на кладбищу и сделаешь этой земли крест. Я вот свою мать километров 50 ездила даже, батюшки. А вот, значит, если девушка незамужняя умирает, ее как хоронят? В чем? Ну, как невесту. Да, вот в мордовском костюме раньше. А сейчас фату одевают. А парня? Парня как одеваются? Парня костюм, белая рубашка, платочек на руках у всех и у парня. А вот девушки какие прочитания? Плачь, какие пели? Ну, так же, плачу, так же. Это еще, еще больше жаль, что невеста умирает. А что раздают? Раздают первые дни, вот полотенце и платки. А вот девять дней, тарелку, ложку, тоже вот нитку. Потом еще 40 дней полотенца и хорошие покупают сейчас. Или кофты, вот на материал, раньше материал. Или вот на фартук материал. Это всем? Да, женщинам. Мужчинам носки. А тем, кто рыл могилу, кто там обмывал, им отдельно что-то дарят? Нет, на поминках уже не дарят. Ну, дарят там матерям, вот этой женщинам, то гребенку, то что. Ну, всем уж это дают. Значит, поминки какие не совершают? Отправляют поминки на третий? На девять дней, на сорок дней, на полгода, год. Третий день, двадцатый день? Двадцатый день делают, кто может. А на сорок дней поминки закалывали кого-нибудь там? Корову или? Ах, это обязательно, мясо обязательно. Для мужчины? Лошадь, быка или кого? Быка. А женщину? Женщину, свинью. С этим мясом делали фракодилки, ши с мясом. Все с мясом делали. Блину обязательно. И что? Кутя называют. Рис и этот, сушеный виноград. Это кутя. И кисель варят на поминки, да. А в сорок дней поминки чем-то отличаются от других? В сорок дней... Это одна молодая девчонка умерла. В сорок дней находится душа дома. Вот сорок дней подходит и собирают поминки. Она, так сказать, прибежала бабушка и говорит, бабушка, как я не хочу уходить. Сорок дней человек отходит от... Вот дома уходит, место ему дают. Где же... До сорока дней все пройдет там, все места. И страшные, и хорошие, и рай покажут. Ну, что только человек заработал. А после сорока уже дают нас настоящий, который ты место заработал. Туда и уходит. А на сорок дней новую одежду там вставили для этого покойника? Одежду, рубашку? Нет, только полотенце на скамейку. Скамейка свободная, и полотенцем закроют, как будто там будет сидеть оно. А на стол для него что-то ставят? Ложку, кашу немножко, две ложки, ши. И никто это не едят пока. И для нее вот поставят. Покойнику что-нибудь говорят? Не приходил или... Да вот приходил, что больше... Вот памяти сказали, что больше не приходи, пока не позовут. Вот поминки делают, позовут. Если во сне только увидишь, это хорошо, когда во сне увидишь. Если увидишь ребенка или это... Вот плохо, бурану или что. А если мальчика, это прибыль. Годовщину отмечали? Годовщину отмечали? Вы знаете своих родственников? Да, знаем, дедушек, бабушек этих, прадедушек даже. Моего дедушка Яков, бабушка Анна, у отца Иван, мать Фекла. Они умерли от голода у отца, эти родители. Ну и мать, отец, Вера, Александр. Дальше... Нет, про бабушек уже не знаю. Они все из одной деревни, да? Все из одной деревни. Все из Кармалки, да. Там и мордовцы, и русские живут? Или только... Сейчас всякие живут. А раньше кто? Раньше только... Только я жил раньше. Раньше. Продолжение следует...